Для проведения учений была выбрана далеко не рядовая ситуация, при которой каждая минута могла стоить жизни. На оживленном участке трассы федерального значения столкнулись автобус с пассажирами, бензовоз, заполненный топливом и легковушка. В результате произошло восгорание бензовоза и легкового автомобиля. Розлив ГСМ и есть погибшие и ранены. Первыми на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Их задача – оценить обстановку, оказать первую помощь и предотвратить возможный взрыв бензобака. Старшие смены получают задачи – извлечь трех пострадавших из салона автобуса. Спасатели отвечают аккумуляторную батарею. Вскоре на место ДТП прибывают сотрудники спасательного отряда. Они извлекают пострадавших из салона автобуса и с помощью стабилизирующих устройств вызволяют из легкового автомобиля пострадавших и погибших. Для тушения пожара и смыва разлившихся нефтепродуктов задействованы две пожарные автоцистерны. Бригада врачей оказывает квалифицированную помощь участникам ДТП. Все экстренные службы оказались готовыми к проведению аварийно-спасательных работ. Действовали быстро и слаженно. Ангарск стал первым из городов региона, где прошли вот такие учения. Оценить действия подразделений при ликвидации последствий ДТП прибыли представители главного управления МЧС области. Подтвердил самую первую готовность к организации проведения данных учений среди других гарнизонов. Поэтому мы отдали, скажем, пальмопередство ему. Это во-первых. А во-вторых, они смогли показать здесь именно задействованием одного из наиболее сложных видов ДТП. Это с участием автобуса и также с участием транспортного средства, которое осуществляет перевозку опасных грузов. В результате действия всех служб были оценены на хорошо. С моей точки зрения, как слаживание структуры, все произошло, в принципе, на достойном уровне. И оценка хорошо, это достойная оценка. И, в принципе, все отработано было на нормальных условиях. В учениях было задействовано более 20 представителей экстренных служб и 10 единиц техники, не считая столкнувшихся автомобилей. Бензовоз и автобус не пострадали. А вот легковушке-макету предстоит еще не одна такая проверка на прочность. Ведь подобные учения в Ангарске проводятся ежегодно. Ольга Дерибера, Владимир Селиванов. Местное время.